Наша секция, которую я здесь открываю, собственно призвана ответить на вопросы, где же те самые российские решения и российские продукты, которые, которыми можно заместить оперативно сбежавших зарубежных коллег, я надеюсь, что в этой аудитории будут присутствовать не только вендоры-интеграторы. Поднимите, пожалуйста, коллеги руки, кто представляет, собственно, кредитно-финансовую сферу из банков. Есть коллеги? Есть. Вот, здорово. Слава Богу. А то обычно на таких секциях вендоры-вендорам рассказывают доклады, слушают, потом маштурку и говорят, а, ничего они нового не придумали, это мы и так знали. Я просто тяну время, естественно, да, как вы понимаете. Мы уже должны были начать вот три минуты назад, но давайте подождем еще буквально минутку. Я надеюсь, коллеги к нам сюда прибудут. И, собственно, рассказы будут не только для этих замечательных стен в этом замечательном зале, а для ваших слушающих ушей. Кто хочет слышать, тот услышит. Кто хочет импортозаместиться, тот импортозаместиться. Кто ищет причины этого не делать, наверное, пока еще сохраняют какое-то время возможность этого не делать. Но я более чем уверен, что, коллеги, у тех, кто на это надеется, в общем-то, шансов нет пересидеть всю эту историю. Поэтому все то, о чем мы будем сегодня рассказывать, оно, на мой взгляд, будет вам стопроцентно полезно и интересно. Ну, а пока коллеги подходят, я бы хотел пригласить сюда наших уважаемых спикеров. Наша сессия – это не круглый стол, это доклады вендоров, интеграторов об их продуктах, об их решениях. Собственно, общаемся мы с вами, потом задаем друг другу вопросы в кулуарах. И еще у нас будет несколько минут подождать заинтересованных коллег. А пока я хочу пригласить на эту сцену Елену Морееву, компания системы практической безопасности. Елена, прошу. Также приглашаю Алексея Павлова, Ростелеком Солар. Алексей, прошу. У нас тут нет табличек, поэтому, коллеги, выбирайте кресло, которое вам больше нравится. Сергей Платко, цифровые решения. Михаил Иванов, компания Эстера. Михаил с нами. Все, прошу. И Андрей Кузнецов, компания IT-Бастион. Андрей. Хорошо. Ну, Андрей, да, у нас тут заключается заключительное список, заключительным докладом. Ну что ж, коллеги, давайте начнем. У нас у всех, у докладчиков по 20 минут. Я прошу попробовать уложиться минут в 15. Понятно, что у всех там доклады, презентации, слайды. Мы все это умеем делать. Но просто хотелось бы оставить минут по 5 все-таки для вопросов аудитории. Аудитория у нас собирается. Я сильно надеюсь, что вопросы будут. Коллеги, а вы, собственно, вопросы собирайте, не стесняйтесь. Задавайте противные вопросы. А если у вас железо на складе вообще, а вы хоть раз пробовали это запускать в реальной системе. А вы вообще у кого тестировались, вообще откуда такие взялись. Задавайте вопросы. Я надеюсь, что все присутствующие с большим удовольствием на эти вопросы будут вам отвечать. Итак, чтобы не тянуть дальше время, Елена, прошу вам первое слово. Ваш доклад. Мне повезло открывать нашу сессию про импортозамещение в области обеспечения безопасности в системах платежных карт. Я хочу рассказать про одну из, собственно говоря, банковских технологий. Свою презентацию назвала «Новые угрозы и практические шаги». Это, в общем, такая вендорская, грустная, а может и не грустная. Посмотрим, как все закончится, история. Чтобы мы понимали, о чем мы говорим. То есть система платежных карт – это огромная инфраструктура, в состав которой входит огромное количество того, что, в принципе, нужно импортозаместить. То есть это и программное обеспечение банков-эмитентов и банков-эквайеров, это и персобюро, которые осуществляют эмиссию платежных карт. Это, собственно говоря, терминальное оборудование, которое обеспечивает прием этих карт. Это и мобильные телефоны, с которых мы до недавнего времени успешно проводили оплаты. Это, в общем, это операционно-платежный клиринговый центр, который обеспечивает взаимодействие между банками-эмитентами, банками-эквайерами. Собственно говоря, это удостоверяющий центр, который выдает платежные системы, которые выдает ЕМВ-сертификаты банкам, которые потом используются в том числе и в терминальной сети. Что я хочу сказать, что на самом деле на всех участках этой платежной системы, системы платежных карт присутствуют. Вот у меня тут нарисованы такие штучки с замочками. Они называются средства криптографической защиты информации. То есть везде есть криптография, которая, собственно говоря, используется как один из эффективных механизмов, обеспечивающих защиту данных держателей карт в этой системе. И если, собственно говоря, что еще хотелось бы подчеркнуть, просто я немножко сужу область того, чего мы можем как вендоры импорта замещать, я не буду говорить про оборудование терминальное, про средства криптографической защиты в них. То есть оно наиболее как бы меняемое в этой системе. То есть вчера мы могли платить только с использованием карты платежного терминала, сегодня мы уже хотим силой мысли что-то передавать с помощью интернет-платежей, понятно, что с мобильных телефонов и так далее. То есть там тоже присутствуют средства криптографической защиты, но все-таки уязвимость их тоже есть, но она в меньшей степени. Вот, скажем так, она тоже является элементом этой системы, но самое ядро системы и самая большая, наверное, уязвимость, это, собственно говоря, те средства криптографической защиты, которые они так и будут функционировать в ядре этой сети. Да, они применяются и сейчас применяются и будут применяться вне зависимости от того, каким образом будет меняться вот эта вот платежная инфраструктура, скажем так, уровня терминальных устройств, да, или устройств с терминальным ядром, как их тут недавно назвали. Вот, поэтому наиболее уязвимость, поскольку все данные держателей карты, они, в общем-то, в принципе, получается, что находятся в ядре этой сети, то и большая уязвимость, и большее количество атак, и большее количество неприятностей ожидает нас именно в той части, защиту которой обеспечивают вот эти средства криптографической защиты или ХСМ-модули, которые находятся в ядре сети, вот этой банковской системы платежных карт. Ой. Значит, вот... Ой, сейчас. Специально оставила вот эти... Да что ж такое... Специально оставила вот этот вот слайд, вообще не меняя ни одной формулировки. Понятно, когда мы начали заниматься этой проблемой, импортозамещением именно вот этих ХСМ-модулей, средств криптографической защиты, да, это был первый звонок, это был... Вот эти формулировки 2015-2016 года. Как вы видите, актуальность их никоим образом не потеряна и сегодня. Ну вот, запрет использования технологий или прекращения поставок, это то, что мы видим вот буквально сегодня. Значит, управляемый отказ в обслуживании или получение несанкционированного доступа к данным держателям карт, это то, что мы видим сегодня через осуществление управления устройствами и превращение их в какой-то момент в тыкву. Вот. Управление, управляемые результаты работы криптоалгоритмов, ну, скажем так, это, наверное, то, что мы увидим в ближайшем будущем, потому что, как бы, да, мы применяем везде импортную криптографию, да, но это какое-то обозримое тоже, скорее всего, будущее. Я уже в это тоже стала верить. Вот. И все это, в принципе, как бы, если посмотреть... Вот второй слайдик, он тоже... Сейчас. Ой. Второй слайд, он тоже, собственно говоря, про угрозы. Это тоже формулировки 15-16 года, если посмотреть повнимательнее, то управление ключевой информацией по зарубежным технологиям и стандартам, в том числе и за пределы Российской Федерации, очень актуальная угроза, и это, собственно, возможность несанкционирования управления ключами, вот теми самыми ключами, на основе которых, собственно говоря, построена вся криптообработка в этой системе. То есть риск введения санкций против российской платежной системы, например, прекращение поставок оборудования, оно может, в общем-то, собственно говоря, последствия очень страшные, это нарушение функционирования даже нашей национальной платежной системы, даже внутри Российской Федерации, да. Наличие скрытых функциональных возможностей, это программные или аппаратные закладки в импортном оборудовании, то, что сегодня с утра говорили о том, что мы совершенно спокойно можем увидеть управление, вроде как бы у нас нет управления из каких-то определенных IP-адресов, но оно есть, да, куда-то мы понимаем, что мы можем, вот, собственно говоря, таким образом можно получить доступ к данным держателям карт. Ну и вот все остальное, то есть, как бы, собственно говоря, вот что еще хотелось бы про замкнутую систему и технологическую зависимость от импортного оборудования. То есть вот эта технологическая зависимость от импортного оборудования, она, в общем-то, собственно, навязывает нам планы развития, те, которые есть сейчас на Западе, а мы можем, может быть, сделать что-то и лучшее, и быстрее, и большее, но мы себя ограничиваем только исключительно тем, что применяем все импортное. Вот. Ну и, собственно говоря, замкнутая система, она говорит о том, что, то есть мы, например, в потребностях банков есть необходимость применения каких-то криптомеханизмов, там, или которые вполне себе могли бы помочь закрыть существующие в конкретном банке или в конкретной технологии проблемы, но мы двигаемся исключительно в струе, ну, двигались, по крайней мере, до сегодняшнего дня, в струе того, что происходит в международных платежных системах. Ну, вот что случилось, собственно говоря, я немножко про историю, да, то есть вот 2014 год. У нас отключение, было первое отключение от международных платежных систем, то есть Visa и MasterCard как бы прекратили обработку транзакций, да, и был запрет, собственно говоря, использования технологий в Крыму и банках, попавших под санкции. То есть это был вот тот самый первый звонок, что после этого случилось, что помогло вендору хоть как-то в этом разобраться и позволить сделать российское решение, да, то есть был план мероприятий по внедрению СКЗИ в национальной системе платежных карт, которые в свое время утвердили ЦБ, ФСБ и НСПК, да, проведена корректировка 382-го положения, теперь это, ну я специально оставил 382-П, потому что там в слайдах потом будет в законах и всяких документах. Сейчас это 719-П, который, собственно говоря, прописал новые требования о применении в системах платежных карт СКЗИ, являющихся российскими аналогами, и срок там стоит таким примечанием скромным, что это надо было сделать к 2024 году, применение и импортных, и российских криптоалгоритмов, собственно говоря, к 2031 году. Была организована после этого еще рабочих группов, вот поскольку речь зашла про российские криптоалгоритмы, надо было определить, собственно говоря, а как менять импортную криптографию на российскую, если, допустим, сильно не меняет технологию, включить российские криптоалгоритмы в EMV-шные стандарты. Хотелось все-таки, не ломая инфраструктуру, как бы, ну, сделать по-своему, более надежно, да, то есть и рабочая группа в ТК-26 отработала, и было принято 8, заметьте, рекомендаций Росстандарта по использованию российских криптоалгоритмов в национальной системе платежных карт, и это очень сильное подспорье для тех, кто, собственно говоря, по этому пути пойдет дальше. Была организована рабочая группа в ЦБ, потому что мы все время пытались как-то, ну, определиться с тем, а что же нам делать и как, и как это сделать хотя бы хоть как-то, чтобы вендоры могли осуществлять взаимодействие между собой и с системами банковского ПО и со всем остальным. Поэтому были приняты очень хорошие требования, вот тут прямо ссылки, я специально их оставила, утверждены требования КСКЗИ, в информационной инфраструктуре платежных систем. Они во многом, эти требования, они во многом имеют очень хорошее пересечение с требований PCI, PCI, ПТС, ХСМ, да, то есть, и я бы сказал, что они наследуют лучшие механизмы безопасности, которые, в общем-то, в принципе, хотелось бы, чтобы они не были выброшены из рассмотрения. То есть, как это, есть определенная гармонизация между требованиями нашего регулятора, который, собственно говоря, ФСБ, да, к требованиям КСКЗИ и требованиям PCI, ПТС, ХСМ, потому что, как выяснилось при анализе, в общем-то, они достаточно близкие, скажем так. Единственное, что, я просто немножечко такой экскурс, то есть, получается, что эти требования, они на самом деле, если требования PCI, ПТС, ХСМ, ну, PCI-ные требования, они базируются на рискоориентированном подходе, да, то наши требования, они, как правило, говорят, что есть такой нарушитель, и против него надо бороться. И, как бы, вот эти меры борьбы с нарушителем, они, как бы, и говорят о том, они формируют потом требования, к какому классу, какие, собственно говоря, меры борьбы нужно применять. Вот. Ну, тем не менее, все остальное, весь подход вообще к сертификации, они очень похожи. И там, и там есть специализированные лаборатории, которые проводят, как бы, собственно говоря, проверку, а уже, как бы, и есть экспертная организация. Только в нашем случае это наш регулятор, а в случае, как бы, международном, это, собственно говоря, PCI, совет PCI-ный, да. Это вот была первая история. Вторая история – это вот разработка и движение уже, ой, пардон, и утверждение функционально-технических требований к аппаратному модулю безопасности, ХСМ-модулю, к платежным картам и платежным устройствам с терминальным ядром. Тоже вот тут ссылочки все есть. Это все документы, которые есть на сайте ЦБ. Они выложены, да, в открытый доступ. Что хочется сказать, что очень большая, кропотливая работа была, потому что собирали по крошкам, то есть информации было много, значит, приходилось ее там селектировать. Работы все были исключительно в инициативном порядке, проведены, ну, в рамках рабочей группы со стороны вендоров и со стороны, в общем-то, всех остальных, ну, и вендоров, я имею в виду не только ХСМ-модулей, но и там и вендоры, и ПО, и, в общем, очень много было. Большая рабочая группа. Но вот квинтэссенцией явились вот эти требования и их утверждения. Значит, еще один документ, который, в принципе, объясняет, как что происходит в этом нашем мире в системе платежных карт, значит, это выпущены были технологические карты с учреждением перевода в денежных средств, которые описывают вот эти вот инфраструктурные процессы, действующие системы проведения карточных платежей и эмиссии карт на территории Российской Федерации. То есть там просто это по технологическим участкам распределено, и, собственно говоря, есть объяснение, что зачем нужно, да, что из чего проистекает. И был создан еще центр тестирования во Вгупни и Восход. То есть это была тоже идея такая, которая долго обсуждалась, как бы центр должен был стать, собственно говоря, той точкой, где можно было как раз импортозамещенные вещи, ХСМ-модулей, платежные карты, терминальные устройства, проверить, но вот так получилось, что, как это, к сожалению, он появился, но еще на ноги не встал. То есть там самих методик тестирования на сегодняшний день, их не хватает для того, чтобы получить какой-то, ну, скажем так, результат достаточно полной проверки. Ну, первый шаг уже тоже сделан. Это уже хорошо. Ну, я вот здесь, это просто слайд, на котором написано, вот то, что сейчас есть 719P, и то, что, собственно говоря, прописывает для операторов значимой платежной системы необходимость, собственно говоря, импортозамещения, потому что вот когда вот тут вот написано «Имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным ФАИФ в области обеспечения безопасности», перевожу на русский язык, то есть вы должны произвести такое устройство на территории России, потому что это может сделать только вендор, который является разработчиком средств криптографической защиты и имеет соответствующую лицензию. Ну, вот тут что можно сказать, что, конечно, сроки немножко здесь подкачали, потому что 2024 год у нас наступил сегодня, а мы оказались еще, в общем-то, в принципе, не совсем готовы к тому, чтобы сегодня уже иметь полностью, полностью, полностью готовое решение. Елена, пять минут. Ага, хорошо. Тоже не буду останавливаться, но это вот слайд с рекомендациями, которые, собственно говоря, у нас ТК-26 приняты, и так вот мы готовились к 31-му году. Что делал, что за это время было сделано вендором ХСМ-модуля, да, вот начиная с 14-го, ну, с 15-го года? Была проведена инициативная разработка ХСМ, как из КЗИ класса КБ, с реализацией российских импортных криптоалгоритмов, изготовлены опытные образцы, проведена их тематика, получен сертикат соответствия из КЗИ класса КБ, проведено тестирование совместимости с банковским ПО, В-4 и Трансвары, то есть, как бы, это OpenWay и Компас+. Проведено тестирование в банках, тестирование было проведено в Сбербанке, Банке России, было получено достаточно большое количество различных замечаний, значит, и это было сделано в рамках нашего партнерства с Infotex, и продукт появился, и он назывался WebNet HSM PayShield. Вот, ну и были еще, конечно, вот разработаны те самые рекомендации, вендор работал, я бы так сказал, в большом, как это было, очень много над всем над этим. Что у нас, что у нас дальше получается? То есть, у нас сейчас, ну вот там просто картинка этого документа, где видно, что он согласован, значит, сейчас у нас второй звонок, у нас есть действительно существенное расширение санкционного списка банков, запрет на поставки в РФ оборудования и технологий. Что надо делать? Требуется, конечно, корректировка технологических карт, потому что это жизненный процесс. Они не могут быть статичными и постоянными. Это как требование ЕМВИКО и всего остального, там, и ПСА, и так далее. Они должны жить. То есть, хотя формально создана рабочая группа при ЦБ, которая должна эти вещи регулировать, мониторить площадки, как бы должны выноситься изменения. На самом деле все провозглашено, но пока вот, как бы сказать, работа должна быть живая. Значит, появились сейчас это раз. Во-вторых, значит, новые рекомендации у нас есть в области электронной коммерции. Мы надеемся в рамках ТК-26 их в этом году, как рекомендации ТК-26 принять. Вот сейчас есть драфты, они на сайте ТК-26 опубликованы. Вот. Что у нас, что, получив замечание, собственно говоря, по первому продукту, который появился, что делал вендор? Вот мы, как система практической безопасности, как вендор, мы провели, собственно говоря, переработку аппаратной платформы, программного обеспечения. Да, вот в соответствии с этими вновь появившимися уже требованиями, вот, и требованиям как к СКЗИ, и требованиям как, собственно, рефункционально-техническим. Был изготовлен первый опытный образец и проведено первое тестирование совместимости, то есть по программным обеспечениям одного из вендоров, БПЦ. Мы получили вот буквально накануне драфт листа, драфт сертификата совместимости. Ну, понятно, что требуется дальнейшее тестирование с банковским ПО других производителей. Мы надеемся, что на это тестирование с удовольствием пойдут оставшиеся и работающие в России, как бы, компании. Надеемся и на OpenWay, и на Compass+. Требуется, безусловно, тестирование в банках и платежных системах. Приглашаем всех желающих к этому тестированию. Мы можем организовать такое тестирование по VPN, поскольку, пожалуйста, подключайтесь. Давайте хотя бы функциональные требования проверим. Понятно, что требования по безопасности так мы не проверим. Ну, естественно, нам нужны сертификационные исследования на соответствие требований КСКЗИ класса КБ. Ну, тут мы понимаем, что делать и надеемся на понимание нашего вендора. Ну, и, собственно говоря, нужно изготовить серию и организовать внедрение решения в банках. Еще вот вопросы, которые очень животрепещущие. Я хочу дать мне еще немножко времени, я на них останавливаюсь тогда. Значит, каким требованиям безопасности должен соответствовать ХСМ-модуль? Это вот тот вопрос, который остался, который требует решения. То есть, понятно, что у нас есть требования к СКЗИ, да, вот, которые ЦБ, ЦБ и ФСБ, и функциональные требования, которые согласованы на ТС, ФСБ. Значит, ну, есть требования PCI, ПТС, ХСМ, и вот, ну, требования по тестированию, вот, ДТР, да, надо выбрать. То есть, надо выбрать, и как можно сейчас организовать сертификацию в PCI при наличии санкций, я не знаю, кто знает. То есть, я так, вот, если говорить, то мое, вот, например, предложение, оно такое, что, может быть, на данный этап ограничится сертификация по тем требованиям, которые уже приняты. И вообще, хотелось бы знать по этому поводу и позицию ЦБ и НСПК, то есть, потому что эти две организации, собственно говоря, являются для нас регуляторами в этой области. Значит, какие еще вопросы? Да, вот, требуется поддержание в актуальном состоянии документов, определяющих функционально-технические требования. Жизнь меняется, жизнь течет, новые требования, новые. То есть, регулирование через рабочую группу при ЦБ, то, о чем я говорил, возможно, но как это сделать оперативно, непонятно, и как попасть вот в этот закрытый клуб участников. Мне в свое время так объяснили, что все все знают в том мире, а вы тут, в общем, на обочине, поэтому вам будет сложно. Вот, нам сложно, и хотелось бы все-таки понять, как эту регуляторику организовать, оперативную, чтобы всем было хорошо. Вот, еще один вопрос, это протестирование, собственно говоря. Если подумать, то это такая закольцованная, получается, история, потому что, в принципе, функциональное тестирование по-хорошему нужно проводить у разработчиков банковского ПО, которые поддерживают разные, естественно, процессы вот из этих технологических карт, это и миссия, и кваринг, и авторизация, и мобильные платежи, и 3D-секьюр, и система платежи, ну, то есть, все-все-все. И у каждого, и по каждому процессу, это все достаточно длительные вещи, которые, ну, требуют оперативного решения, потому что, если не протестироваться, то работать не будет. Потом нужно еще пройти тестирование, где? В банке, в персобюро, в платежной системе, то есть, можно продолжать, да? И каждой новой версии, с каждым новым релизом банковского ПО, то есть, в принципе, если пойти по этому пути, можно долго-долго по нему ходить, то есть, надо каким-то образом все-таки минимизировать вот это разнообразие, потому что иначе это нас не приведет к цели в заданное время. Вот. И надо иметь в виду, что, собственно говоря, сам банк или платежная система, они не выбирают вот этот ХСМ-модуль, который встраивается в их ядро. ХСМ-модуль банк выбирает вендора ПО, а уже тот смотрит, какие изделия, какие устройства есть в его сертификате совместимости. Поэтому, ну вот, про центр тестирования я уже говорила, то есть, к сожалению, он введен в опытную эксплуатацию, но пока никак не может заменить ни первую, ни вторую ступени вот этого тестирования, которое пройти нужно. Ну, тут, ну и еще вот то, что следует, наверное, это проверка корректности встраивания, потому что нам предписано это все делать по ПКЗ-2005, это вот регуляторика 719-П, тут нам необходима методическая поддержка регулятора, плюс вопросы эксплуатации. Конечно, нужно требуется обучить сотрудников в работе с новым оборудованием, переход на новое оборудование. Особенно есть проблемы, конечно, когда надо в систему уже существующую, добавить что-то, да, то есть, как бы добавить еще одно устройство, добавить еще, то есть, как бы похоже, что вот, судя по, по крайней мере, нашим ощущениям, то вполне возможно, что потребуется индивидуальный план миграции для каждого банка, то есть, может быть, над этим тоже надо подумать, как бы оценить, вот, ну, и из позитивного, то есть, в принципе, вот, я, наверное, не буду, то есть, у нас есть, сделан практически шаг в сторону, да, вот, импортозамещения, мы разработали вот этот хсм платежный, но вот такой, видите, у него боков КП, такая в виде рубля, так что это, как бы, признак импортозамещения, мы считаем, в том числе, он может использоваться вот в этих процессах, я не буду зачитывать, можно посмотреть, да, и дальше я просто, просто мы дали некоторые его характеристики, да, он достаточно, есть две модификации, одна достаточно высокоскоростная, да, вторая с меньшим количеством ТПС-ов, вот, этот слайдик про криптографию, ну, читать тоже бесполезно. Елена, я извиняюсь, уже несколько из графика мы выбиваемся. Все, все, я заканчиваю. Да, я думаю, все желающие могут с характеристиками ознакомиться непосредственно вот у коллег на стенде. Ну, вот видите, импортных криптоалгоритмов очень много, чтобы никто не пугался, а российские мы используем, в принципе, там, где можно, а именно на каналах управления и хранение ключей внутри изделия, вот, ну, вот, это тоже просто, как бы, собственно говоря, характеристики вот этого замечательного модуля. Это можно, можно подойти, спросить. Ну, и все, то есть вопрос. Да, спасибо большое. Будем ли мы ждать третий звонок у меня? К сожалению, да, время у нас уже поджимает, поэтому вопрос времени у нас не остается, но коллеги, еще раз скажу, что компания СПБ, Система Практической Безопасности, здесь вот сегодня с нами Елена Мареева и ее коллеги, поэтому подходите, интересуйтесь. Действительно, основной вопрос, который стоял еще пять лет назад, шесть лет назад, когда вся эта история только начиналась, вопрос, соответственно, международным требованиям, ПСА и ПТС, нам долго с коллегами объясняли, что без этого никак, совсем никак, и вообще уйдите и не приходите, а лучше идите, а сертифицируйтесь. И наши вот коллеги, значит, по цеху из компании Криптопро даже пытались это сделать, вот до недавних событий, потихонечку у них там что-то начало получаться, но, да, сейчас мы живем в новой реальности, в новой истории, и, наверное, тут действительно остается только апеллировать к позиции Центробанка, а может быть и кого-то еще, в отношении легитимности и валидности вот этих всех требований и соответствия оборудования, как бы теперь можно говорить, уже не стесняясь, не международным американским требованиям ПСА и ПТС. На самом деле там нет ничего сложного. Сложного там ничего нету. Да, но вопрос, да, поход за бумагой, наверное, надо отменять эту историю, если действительно банковская отрасль хочет переходить в ближайшие уже перспективные отечественные оборудования и гарантировать себе все-таки защиту от тех неприятных историй, фактически связанных с блокировкой ведения бизнеса, о которых сегодня даже в пленарной сессии говорилось. Елена, спасибо большое, продолжаем. И следующий докладчик Алексей Павлов, компания Ростелеком Солар. Не только вендоры, но и те люди, которые эксплуатируют наши изделия, сегодня нам расскажут о том, собственно, с какими сложностями они сталкиваются и, наверное, какие-то пожелания мы тоже услышим. Прошу. Добрый день, коллеги, меня зовут Алексей Павлов, я руководитель отдела внедрения Солар интеграции компании Ростелеком Солар. У нашей компании довольно богатый опыт работы с отечественными СЗИ, и сегодня мы поговорим о сложностях и проблемах, которые мы видим при внедрении. Собственно говоря, в последнее время, как минимум предыдущие года мы жили с позиции выбора, можем выбрать отечественное решение, можем иностранное, выбирали исходя из имеющегося бюджета или необходимых функций. Но в последнее время все изменилось. И в целом, если посмотреть на отечественный рынок СЗИ, то здесь, в принципе, есть и зрелые решения, это и антивирусы, сканеры уязвимостей, DLP, причем некоторые из решений, например, тоже DLP, они, в принципе, заказчики выбирают именно больше отечественные решения, исходя из того, что наши DLP, они больше соответствуют ожиданиям заказчиков по функционалу, по возможностям, ну, например, держать тот же архив, что не очень релевантно для иностранных решений. Но в целом, если про все решения говорить, тут можно сказать, что комьюнити и в целом инстанализационная база у иностранных решений, она, конечно, шире, и для российского рынка это означает просто, что отечественные вендора имеют меньше фидбэк и, соответственно, меньше возможностей исправлять баги, находить баги, там, развиваться и так далее. Если говорить, если переходить к проблемам, то не всегда мы, наши ожидания совпадают с реальностей. Мы, как интегратор, при выборе нового конкретного какого-то решения, нового продукта или новой версии уже существующего продукта, всегда стараемся выполнить как нагрузочное, так и функциональное тестирование. Если с функциональным тестированием все более-менее ровно, ну, иногда бывает, конечно, документация отстает от появляющихся функций, то с нагрузочным тестированием все немножечко сложнее и далеко не всегда мы достигаем заявленной производительности с первой итерации. Здесь мы, конечно, сразу приглашаем вендора и вместе с ним все-таки достигаем нужных цифр. Иногда это бывает тонкая настройка, которая не всегда описана в документации, иногда это бывает патчинг, бывает по-разному. Но в целом цифры достигаются. Здесь, конечно, порекомендовать всегда пилотировать решения, тестировать можно. Также очень интересное отношение замечено к функционалу отказоустойчивости. С одной стороны, многие отечественные решения заявляют, что у нас есть отказоустойчивость по типу Active Passive, Active Standby и так далее. Но зачастую это оказывается, что отказоустойчивость происходит на уровне приложения, приема трафика, конфигурации. То есть, да, ноды переезжают с одной на другую. Но если спуститься на уровень ниже, например, на уровень хранения данных, то очень часто отказоустойчивость с УБД делегируется на плечи инженеров, заказчиков или интеграторов. Это, конечно, создает определенные трудности при внедрении и, в принципе, при эксплуатации решений. Конечно, всю информацию можно найти в интернете, но здесь, конечно, хочется попросить виндеров, чтобы они все-таки более четко описывали ту отказоустойчивость, которую они ожидают от инженеров. Если говорить про автоматизацию, то, как я уже говорил, у нашей компании довольно богатый опыт внедрения отечественных продуктов, в том числе на весьма крупных федеральных проектах. Если говорить про автоматизацию развертывания в среде Windows, то здесь все более-менее, опять же, ровно. Есть и общие методы развертывания, там, групповые политики, CCM, ну и в целом решения, ну, системы управления отечественных СЗИ, они абсолютно нормально работают в Windows среде и можно там распространить любое количество агентов на хосты. Если говорить про Linux среду, то здесь, конечно, все несколько печально и далеко не каждое решение позволяет развернуть СЗИ автоматизированным способом на Linux машины. Это наиболее становится актуально ввиду того, что многие заказчики переходят на отечественные операционные системы, которые чаще всего являются сборками Linux. Ну, конкретно мы при построении какой-то новой информационной системы, мы совместно с коллегами, которые строят ИТ-инфраструктуру, чаще всего подготавливаем там золотые образа операционных систем, на которых есть уже там либо настройки безопасности операционных систем, либо предустанавливаем туда СЗИ. И таким образом, когда инфраструктура развернута, остается, ну, там, немного действий, чтобы завершить внедрение. Если необходимо внедрение уже на готовую инфраструктуру, то здесь, конечно, поступаем по-разному. Иногда это, ну, там, решение в лоб, если там количество хостов небольшое, просто точная установка СЗИ на места. Иногда мы пишем скрипты, какие-то плейбуки на Ansible и так далее для автоматизации и развертывания. То же самое касается и предустановки какого-то оборудования, например, каких-то криптошлюзов. Вот не так давно у нас вышла статья на Хабри на эту тему. Также хочется сказать немножечко про API, которого очень не хватает в решениях отечественных финдоров. API с точки зрения интегратора позволяет автоматизировать многие действия, в том числе, там, миграцию с существующих иностранных решений на текущие отечественные. Вот буквально недавно мы решали задачу по тестированию одного из НГФВ, и нам понадобилось протестировать, как работает НГФВ, когда в нем работает, ну, установлено несколько тысяч, там, около 4 или 5 тысяч правил. И, собственно говоря, когда инженер принялся решать эту задачу, ну, как бы через 2 часа он понял, что ему придется там несколько десятков или сотен часов тыкать мышкой и стучать по клавиатуре. Этот подход ему, конечно, не понравился. Он в итоге прекратил это действие, начал разбирать конфигурацию и написал скрипт, который автоматически генерирует конфиг, который можно импортировать. Надо сказать, мы поделились этим скриптом с вендором. Вендору скрипт очень понравился, он взял его в себе, как бы, на вооружение. Даже кружку инженеру подарил. Также хочется сказать, что помимо развития отечественных СЗИ, параллельно идет активное развитие отечественной инфраструктуры. Здесь я, конечно, в большей степени говорю про операционные системы и платформы виртуализации. И надо сказать, что пока, скажем так, поддержка отечественной инфраструктуры с точки зрения СЗИ немножечко отстает. Отсюда возникают некоторые проблемы. Иногда приходится брать риски на себя, тестировать самостоятельно, потому что, конечно, правильный способ написать вендору, протестируйте, пожалуйста, заявите поддержку. Но этот процесс, конечно, долгий. Иногда удается договориться с вендором, что мы самостоятельно тестируем, предоставляем результаты, и вендор в итоге заявляет эту поддержку. Но, конечно, иногда случаются и более интересные кейсы. Например, в прошлом году у нас был случай, когда необходимо было установить сканер уязвимости внутрь платформы виртуализации Teonix. И для активации лицензии этого сканера уязвимости требовалось пробросить физический токен с хоста виртуализации виртуальную машину. И, собственно говоря, не самостоятельно, не с помощью ведущих специалистов вендора Teonix мы не смогли решить эту проблему. Teonix, например, признал то, что им понадобится доработать немножечко свое решение. Пришлось реализовывать задачу другим методом. Всем известно то, что как только ставится безопасность, то все грехи идут в сторону безопасности. Но на нашем опыте это далеко не всегда так. То есть зачастую мы ставим какой-нибудь, допустим, межсетевой экран, и все, пропускная способность падает и так далее и тому подобное. Но здесь надо иметь в виду, что установка того же межсетевого экрана или криптошлюза, она идет параллельно с настройкой сетевого оборудования. И не всегда виноваты именно криптошлюзы или межсетевые экраны. Иногда вообще бывают кейсы, когда в целом задача решается на совсем другом уровне. Вот в прошлом году у нас был проект, в рамках которого необходимо было обеспечить удаленный доступ к порталу через TLS-шлюз с использованием ГАСТового шифрования. А портал был устроен таким образом, что доступ к порталу происходил по сертификату. Причем в зависимости от одного из полей сертификатов происходил выбор, на какой портал направлять. Собственно говоря, после установки TLS-шлюза все это дело поломалось. Мы очень долго общались с вендором, с заказчиком. В целом даже убеждали вендора, что может быть имеет смысл доработать. Но в итоге мы собрали разработчиков вендора, разработчиков информационной системы заказчика, посмотрели на архитектуру всего решения и поняли то, что текущее решение, которое имеет портал, оно в принципе излишнее. И изменение этого решения, в принципе, условно говоря, это изменить пару строчек кода. Вот, собственно говоря, по такому пути и пошли. Конечно, хочется сказать немножко про регуляторов. Цикл сертификации СЗИ довольно длинный. Соответственно, идет некоторое отставание поддерживаемой сертифицированными решениями инфраструктуры и технологий, которые используют разработчики. И если говорить про системы, которые только строятся, то здесь в принципе проблем нет. Выставляешь требования регуляторов в сторону коллег, которые строят эту инфраструктуру, и как бы если они их соблюдают, то все нормально, проблем нет, СЗИ ставится. Если же мы производим установку на уже готовую инфраструктуру, то здесь может быть все по-разному. Иногда необходимо даунгрейдить версии операционных систем, каким-то образом переделывать приложения, если это возможно, и разработчики этого приложения еще существуют. Иногда, в принципе, приходится искать нетехнические меры для закрытия актуальных угроз для того или иного решения. Но в любом случае всегда это довольно сложный путь. Если так немножечко резюмируя, то можно сказать, что в целом многие текущие отечественные решения, они требуют довольно высоких компетенций от инженеров, интеграторов или службы эксплуатации, потому что там есть проблемы с точки зрения систем управления. Иногда, допустим, само решение построено, как некоторый эффективный дуэт Linux и веб-интерфейса, часть функционала в Linux и часть в Web, отсюда требования, например, к инженеру, чтобы он очень хорошо знал Linux. Но в целом, если посмотреть на текущую ситуацию, то российские вендоры, они сейчас готовы вкладываться и инвестировать в обучение заказчиков, интеграторов, налаживать партнерские отношения. В целом, появляются различные каналы взаимодействия с инженерами вендоров, будь то телеграм-каналы, появляются в целом для ключевых заказчиков. Вендора выделяют, в принципе, выделенных инженеров. Для ряда ключевых заказчиков, в принципе, вендоры готовы выпускать вне roadmap какие-то новые обновления и новые фичи. И в целом, как бы, наблюдается очень бурный рост и развитие вендоров отечественных. И, на мой взгляд, как бы, работая в таком ключе, и если и вендоры будут нам помогать, и мы им будем помогать, то все будет хорошо. Всем спасибо. Ну что ж, коллеги, продолжаем нашу программу. И следующий докладчик у нас Сергей Платко. Цифровые решения. Сергей, прошу. Я продолжу немного, коллегу, с точки зрения интеграции как раз-таки с IT-инфраструктурой, правда, больше с сетевой частью. Для начала, в целом, то, что касается импортозамещения, оно у нас состоит из трех частей, с нашей точки зрения, с точки зрения вендора. И первая часть – это мы замещаем отсутствие оборудования, потому что сталкиваемся с тем, что в целом инфраструктура меняется, и возникает необходимость внедрять оборудование, которого раньше не было. То есть, ну вот, как у нас выглядела сетевая инфраструктура 20 лет назад. Это там несколько компьютеров, хаб, максимум свитч, и, в принципе, все. Значит, и как выглядел мониторинг этой инфраструктуры. Это был спаунпорт, через который сисадмин иногда мог что-то посмотреть, и в первую очередь посмотреть, как она вообще у него, работает ли у него эта инфраструктура, как она функционирует, где, может быть, какие-то проблемы. Но жизнь течет, все меняется, и сетевая инфраструктура сейчас – это уже сложная система, сегментированная сеть, удаленные офисы, филиалы, удаленный доступ. И совсем другим становится уже требование к мониторингу трафика. У нас, помимо того, чтобы посмотреть, работает ли наша сеть, возникает необходимость мониторить ее производительность, ее функциональность и, конечно же, ее безопасность. Инструментов для мониторинга и производительности, и работы, и безопасности очень-очень много. И от российских вендоров уже, и от оставшихся срубежных, оставшееся оборудование. Но эти системы преимущественно серверные решения, программные, которые обрабатывают трафик, которые должны этот трафик получить. И от того, насколько качественно они этот трафик получают, насколько в полном объеме, зависит то, насколько они качественно выполняют свои задачи. Если трафика поступает мало, трафика поступает, наоборот, слишком много, и он переполняет производительность, то и теряется функционал этих систем. Поэтому современный вариант мониторинга сетевого трафика, мониторинга сети, подразумевает уже специализированное решение, когда ответвителями трафика весь трафик, стопроцентная копия снимается и передается дальше на брокер сетевых пакетов. Брокер сетевых пакетов агрегирует трафик со всех точек сети, осуществляет его предварительную обработку, дедупликацию, фильтрацию и дальше распределяет уже по системам непосредственно анализа, при этом и для IT-подразделения, и для EB-подразделения, чтобы всем хватало данных, всем хватало трафика. Мы как раз таки являемся разработчиком вендоров такого класса решения, это ответвители трафика, как оптические, так и медные, и непосредственно брокер сетевых пакетов. Все наше оборудование имеет статус регалии телекомоборудования российского происхождения, мы сами его разработали, сами производим, поддерживаются интерфейсы от 1 гигабит до 100 гигабит, собственно, и функционал, соответствующий коллегам зарубежным, аналогичным. И, собственно, что это за функции, что, в принципе, данное оборудование позволяет делать с трафиком для передачи в инфраструктуру. Это можно разделить на базовые функции, что, в принципе, сагрегировать трафик, собранный из инфраструктуры, отбалансировать его на несколько однотипных систем для того, чтобы распределить на несколько слабопроизводительных решений, отфильтровать излишний трафик и отзеркалировать, как раз таки отдублировать на несколько различных систем. И дополнительный функционал, который позволяет уже экономить на последующих системах мониторинга, то есть, в целом, несмотря на добавление еще одних устройств в сеть, обеспечивать то, что общее решение оказывается дешевле. Это дедубликация трафика, то есть удаление дублирующихся пакетов, это модификация трафика, обрезка ненужных заголовков, обрезка ненужного пейлота, туннелирование трафика для передачи на удаленные площадки, ну, а также, собственно, генерация S-Flow, то есть генерация уже потока готовой статистической информации для того, чтобы не приобретать каких-то дополнительных систем. Примеры кейсов использования – это когда у нас есть две площадки, и средства анализа мы устанавливаем только на одной из этих площадок. На другой площадке уже собирает трафик только брокером, осуществляя его предобработку и передачу на основную базовую площадку со средствами анализа. Второй кейс использования, ну, только как пример, это интеграция в сеть для того, чтобы обеспечить, как использование старых, уже имеющихся средств мониторинга менее производительных, при, например, у нас увеличивается производительность сети, мы переходим там с гигабитного интерфейса на 10-гигабитный или с 10-гигабитного на 100-гигабитный, и при помощи брокерских пакетов мы можем и убрать лишний трафик, и в целом преобразовать интерфейсы и продолжать использовать старые средства, которые у нас уже есть. Третий кейс, это вот уже касается не зеркалирования трафика, а когда мы брокерских пакетов устанавливаем в разрыв. В этом случае мы можем как раз-таки балансировать трафик на несколько низкопроизводительных решений анализа, активного анализа, параллельно обеспечивая, как и резервирование, то есть добавляя дополнительное средство анализа, брокерских пакетов будет анализировать его состояние, контролировать и в случае его выхода из строя перебалансировать трафик на оставшийся. Также мы параллельно получаем, собственно, возможность подключить пассивные средства безопасности и часть трафика, который не требует анализа, пропустить к байпасам, опять же, снизив нагрузку на серверные решения. Вот и по аналогии с нашими зарубежными коллегами посчитано профит, финансовый профит от такого решения с брокером сетевых пакетов относительно попыток просто прямого подключения средств анализа к сети, то есть это даже не считая в целом повышение качества анализа, повышение количества передаваемых анализируемых данных, также есть и финансовый профит от использования. Вторая часть импортозамещения, когда мы можем использовать брокер сетевых пакетов для того, чтобы заместить иностранное решение высокопроизводительное, то есть если мы посмотрим на какое-то модульное шасси зарубежного вендора анализа трафика, то по большому счету там внутри будет тот же самый балансировщик и модули анализа. Там это все в одном шасси, с одной единой удобной возможностью настраивать, но это единое решение, которое ни для чего другого использовать уже нельзя. При переходе к российским текущим реалиям мы можем строить уже не единое решение, а единую систему. Да, это будет несколько разных вендоров, где брокер сетевых пакетов будет служить балансировщиком, но мы получим и дополнительные преимущества. Мы, собственно, к этому же балансировщику сможем подключать другие решения. То есть мы один балансировщик, один брокер сетевых пакетов можем использовать для самых разных уже систем анализа, таким образом как бы вынося его за скобки. При этом на самом деле функционал брокера гораздо шире, чем функционал встроенного балансировщика. И хотя у нас и получится, что настраивать надо уже несколько решений, но с точки зрения возможностей, с точки зрения гибкости получится гораздо больше преимуществ. Ну и третий вариант импортозамещения – это для тех, кто уже пользуется зарубежными решениями. Просто вариант при апгрейде, при переходе, для обеспечения безопасности в текущих условиях, чтобы не столкнуться с тем, что через месяц внезапно зарубежное решение перестанет работать, хотя сейчас вроде как и работает, превентивно заменить на российское. То, с чем мы сталкивались в подобных случаях, когда нам звонили и говорили о том, что вот мы тут сели писать обоснование, почему мы не можем купить российское, заглянули в реестр, а там вы. Расскажите, вы там можете это, можете это, можете это. И выясняется, что в принципе все, что требуется, мы можем, мы все эти задачи решаем. Ну, собственно, нас покупают, внедряют и убеждаются, что так оно и есть. Поэтому, собственно, рекомендуем всем нас использовать наше оборудование. У нас аппаратная реализация функции, в том числе, в отличие от зарубежных наших коллег, это обеспечивает отсутствие потерь на дополнительных функциях более глубокой обработки. У нас более широко, чем даже у зарубежных коллег, возможности работы с туннелированным трафиком, как по его детунелированию, так и по его фильтрации по вложенным заголовкам. Ну и, собственно, у нас полностью российская разработка и российское производство. Поэтому вот все плюшки, которые озвучил коллега, как и русскоязычное общение, возможности адаптации функционала под ваши задачи, они присутствуют. Ну, примеры того, собственно, как внедряется. То есть, если вы уже используете подобное оборудование, звоните, проанализируем, как вы его используете, предложим решение на нашем, пропилотируем, заменим на российское. Если вы еще не используете подобное оборудование, давайте посмотрим на вашу задачу совместно с нашими партнерами, пропилотируем, также внедрим, интегрируем. Также, собственно, с нашим оборудованием можно ознакомиться и на стенд-оффе у Позитива. Оно там установлено. Ну, помимо финансовых организаций, собственно, данный класс оборудования широко применяется, нашло свою нишу в АСУТП, в корпоративном бизнесе, ну и в государственных ведомствах. Спасибо, буду рад ответить на вопросы. Спасибо большое Сергею. Коллеги, вопросы есть в зале? Не вижу рук. Хорошо, Сергей, спасибо большое. Продолжаем нашу программу. И следующий выступающий у нас Михаил Иванов, компания СТР. Коллеги, слышно? Презентацию можно попросить? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Михаил Иванов. Я генеральный директор компании СТР АССП, которая уже более 19 лет ведет разработку средств криптографической защиты. И банковская сфера, финансовая сфера является для нас одной из ключевых и приоритетных. Хотим коротко рассказать о том, чем мы занимались последние годы, историю нашей компании и куда двигаться дальше. Вот коротко наша история. Тут, видимо, отображена некая география и наши основные вехи. Скажу, что в 2004 году мы выдали сертификат на СКЗИ номер один в один из ведущих российских банков. И в 2008 году в этот же банк выдали нашу систему управления. Компания стартовала с разработки собственных криптографических модулей для иностранных производителей. Но затем мы поняли, что реалии российского рынка таковы, что собственные средства криптографической защиты имеют большее будущее и сосредоточились на этом. Продолжение следует... Мы делали презентацию с фокусировкой на банковский сектор и, наверное, она справедлива для многих секторов нашей промышленности. В целом все угрозы, о которых мы написали здесь, они, наверное, озвучены. И ни для кого не новость. То, что сейчас есть и логистические трудности, и высокая волатильность цен, связанная в первую очередь даже не с волатильностью валютного рынка, а с тем, что изменилась критически логистика. Во многом какие-то логистические схемы стали затруднительны или недоступны. Рынок активно перестраивается. IT-специалисты реагируют по-разному на то, что происходит. Ну и производители, те самые корифеи рынка, производители, на которых мы, в общем-то, ориентировались и выставляли, как золотой стандарт, отменяют свои финансовые и экономические обязательства и покидают рынок иногда, поступая даже не очень корректно по уже проплаченным заключенным договорам. Еще раз скажу о том, что применительно к финансовой среде, о том, что многие платежные системы, банки, системы банковских транзакций, большинство из которых являются нашими в том числе клиентами, они приостановили свою деятельность, выходят с рынка, изменился ландшафт как прикладного программного обеспечения, так и многопользовательского программного обеспечения, на котором работают не только операционные системы, сервера, но и операторы в офисах, на котором ведется в том числе и разработка каких-то приложений, тестирование. Все это, ну, та реальность, которая сейчас происходит. Для службы информационной безопасности любой финансовой структуры и, наверное, для нас, как для разработчика, который работает в интересах финансовых структур, дополнительно к обозначенным рискам видны еще там значимое количество рисков, которые связаны с тем, что инструменты среды разработки, возможность обмена информацией об актуальных угрозах, они определенным способом замедляют качество и сроки разработки. Плюс мы получили от стека и многие, наверное, видели подробную инструкцию о том, как производить удаленное обновление, как дополнительно защитить свою сеть, как в этих условиях работать с тем ПО, которое имеет иностранное происхождение, но продолжает использоваться. Это тоже ограничения, которые, наверное, каждый из вас видел и применял, но сейчас они становятся наиболее актуальны. Что делать? Ну, это основной вопрос, то есть мы не циклимся и не сосредотачиваемся на том, что происходит, мы стараемся на это реагировать, реагировать проактивно для того, чтобы вместе с нашими клиентами, важными для нас и ключевыми клиентами, все эти вопросы преодолевать. Мы, в первую очередь, начали с себя и значимым образом перестроили наши внутренние рабочие процессы, в том числе процессы производства, логистики и разработки. Переконфигурировали наши задачи и выставили приоритетом потребности рынка, потребности наших клиентов. И мы сделали некий такой ротмап. Мы собрали со всех наших ключевых клиентов те вопросы, которые сейчас стали для них наиболее важными и приоритетными, и переориентировали нашу разработку и сроки разработки именно из этих параметров. Об этом коллеги уже говорили. Необходимо отделить необходимое и достаточное от того богатого функционала, который был у тех компаний, которые на рынке работали, и сосредоточиться именно на нем. Мы активно предоставляем и имеем там огромный по нынешним временам демо-пул и готовы его расширять для того, чтобы наши решения не просто показывать, но и показывать их в работе под нагрузкой, делать какие-то специализированные конфигурации для того, чтобы отвечать интересам заказчика. Ну и ориентироваться на отечественное решение. Это не только паки, которые мы производим. Это и программное обеспечение, и платформы, те, которые сейчас не просто там имеют степень локализации с изменением шильдика, но и производятся в России. В чем наша сила? И большое спасибо одному из наших ключевых приоритетов. Это была инициатива банковской сферы, когда мы с крупными нашими клиентами перешли на прямую техническую поддержку. Это очень важно сейчас, потому что интеграторы, занимаясь большим пулом технических решений, большим пулом оборудования, иногда не могут, особенно для крупных критически построенных сетей, через которые проходит большое количество транзакций, которые участвуют в регуляторике, сосредоточиться и иметь полный пул оборудования для оперативной поддержки и восстановления этих сетей. Мы такие резервы создали, и мы с рядом ведущих финансовых организаций, и в сфере банковской деятельности, и в сфере регуляторики, ввели большое количество и документации разработали, и ввели процессы по переходу на прямую техническую поддержку. Мы вступили в коллаборацию с ведущими отечественными производителями программного обеспечения. Имея наши клиенты под систему Windows, мы посчитали, что несколько десятков тысяч организаций используют наш клиент с операционной системой Windows. И договорились с нашим золотым партнером, мы являемся золотым партнером компании Astralinux, для того, чтобы менять не просто клиент, а менять в целом среду, экосистему, когда наш новый клиент уровня КС-3 работает на защищенной операционной системе. Мы оказываем большое количество поддержки, и у нас увеличивается отдел пресейла для разработки и тестирования отдельных отраслевых решений. Это не только финансовая сфера, это и энергетика, и нефтегазовая сфера, но финансовая сфера, повторюсь, является для нас приоритетной. Мы запустили программу Trade-in. Мы взяли и приняли для себя решение, приняли для себя риск, что на горизонте пяти лет те платформы, которые мы использовали, они имеют достаточную степень надежности, они имеют гарантию на отдельные узлы, процессора, память, и мы готовы принимать их и реновировать в соответствии с текущими сертификатами, требованиями законодательства, и переиспользовать его как для текущих клиентов, так и для рынка в целом. Одним из наших ключевых преимуществ всегда была гибкость, всегда была ориентация на высокие, в том числе и международные стандарты по шифрованию с использованием российских криптографических наших собственной разработки алгоритмов. Наши продукты, не только сейчас аппаратные средства, не только программные средства, но и аппаратные решения появляются в реестре Минпромторга и в реестре российского ПО. Чуть дальше остановлюсь, как мы к этому направлению пришли. Основные сферы применения регуляторика, не буду глубоко останавливаться, все сотрудники службы информационных безопасностей, наверное, знают эти все положения и законы, которые двумя основными регуляторами изданы, которые касаются и персональных данных, и финансовых институтов, и объектов критической инфраструктуры. У нас сейчас в продакшене, в продажах, две основные версии, это версии 4.2 и 4.3, они сертифицированы с точки зрения ФСБ по трем классам и имеют сертификат в стек на межсетевой экран уровня А4. И мы планируем до конца года запустить и передать сертификацию и в тестирование нашу новую версию. Относительно работы серверной части, системы управления, она будет базироваться, как коллеги правильно сказали, не только на операционной системе Windows, но и на Linux мы выбрали для себя как основного партнера Astralinux. Мы планируем развивать семейство продуктов 4.3 и сейчас в стадии сертификации находится ряд наших новых продуктов. И мы интенсивно усиливаем команду разработки и выделяем и развиваем функции межсетевого экранирования, которые наиболее востребованы на рынке. Относительно тех основных направлений, в которых мы сейчас развиваемся, это и межсетевое экранирование, мы увеличиваем производительность даже на текущем железе в рамках апгрейда уже на версии 4.3 наших VPN-шлюзов. Мы выпускаем и готовим к сертификации новую версию средства обнаружения вторжений, развиваем новые сетевые функции. Есть несколько для нас важных инфраструктурных заказов, где от нас потребовалась глубокая проработка кластеризации. Учитывая, что всегда наши системы имели большое количество и гибкость в сценариях настройки, одним из вопросов к ним было юзабилити и те ГУИ, которые мы используем для управления сетью. Это тоже для нас ключевое направление, и в рамках пятой версии мы значительно улучшили свой показательный. Ну и дополнительные модули, которые мы можем имплементировать в свое оборудование. Мы сейчас ведем переговоры с рядом российских компаний для интеграции как наших собственных разработок, так и сторонних разработок внутрь нашей системы, в нашей экосистеме. Для кого мы можем быть полезны? Ну это в первую очередь защита корпоративной сети, это наша ключевая компетенция. Мы наработали достаточно большой и глубокий опыт и экспертизу в рамках работы во время пандемии с удаленными пользователями. И защита от трафика между цодами – значимая часть важных финансовых институтов, в том числе и институтов крупнейших банков России, защищена нашими решениями. Глубоко работая с пакетами на уровне шифрования, на уровне ядра процессора, мы смогли значимым образом улучшить эффективность и производительность наших решений на уровне криптографии, что высвободило дополнительные мощности и позволило нам более глубоко и более на высоких скоростях работать на уровне межсетевого экранирования. Для производства наших программно-аппаратных комплексов мы используем как платформы импортного производства, так и платформы ведущих наших российских производителей оборудования – это «Аквариус» и «Крафтвей». И мы запустили на базе нашего самого небольшого решения собственный пилот, который мы сейчас активно развиваем. У нас уже прошел и попал в реестр Минпромторга наш первый маленький шлюз, и мы эту традицию развиваем и продолжаем. Я думаю, что до конца весны мы сможем передать на сертификацию в Овстек следующую линейку наших собственных устройств. Это наше контрактное производство, где мы имеем все права на дизайн платы, на производственную техническую документацию, где мы сами регулируем значимой степени ценообразования и сосредоточены именно на продаже, не на продаже железа, а на продаже решения, на закрытии тех вопросов, которые у нас сейчас являются приоритетными. На все наши устройства, учитывая, что большую часть их мы планируем производить сами, будет трехлетняя гарантия и бесплатная техподдержка в течение первого года. То, что касается сертификатов по классу КС-1, КС-2, КС-3 и сертификат стек на межсетевой экран уровня А4, то есть все наши устройства, включая самые маленькие устройства, обе функциональности поддерживают. И то, о чем я скажу дальше, те новые решения, которые мы будем развивать на базе семейства ТЛС и средства обнаружения вторжений, мы как UTM решения в наши платформы интегрируем. В общем, тут слайд рассказывает о линейке относительно производительности. Отдельно хочу сказать, что сейчас, учитывая работу на критической инфраструктуре, большой запрос рынка именно на аппаратные платформы, которые имеют промышленное исполнение, имеют повышенные требования по влагопыль защищенности, расширенный диапазон температур. Такие решения нами тоже разработаны, они сертифицированы в стекам и мы их применяем и используем в наших решениях. Относительно нашего клиента, я уже сказал о том, что у нас сейчас в проработке кейс на несколько десятков тысяч устройств, когда мы меняем наш клиент, который установлен на Windows, меняем на клиент, который сделан для системы Астролинукс, он сертифицирован, он имеет уровень доверия до уровня КС-3, это решение для нас перспективное, мы планируем его развивать и в следующих версиях. Парочку кейсов, которые мы делали для банковских структур, хочу сказать, что это не завершенные кейсы, это кейсы развивающиеся, мы их делали как совместно с интеграторами, так и совместно с крупными операторами, когда на банковской сети разворачивается большое количество наших устройств, устройств разного уровня производительности, география самая широкая, время, которое для развертывания и сдачи сети, оно ограничено, большинство наших клиентов живет в рамках 44 или 223 ФЗ, а значит находится в бюджетном цикле. И здесь важно иметь возможность быстро и качественно производить оборудование в сжатые сроки, потому что логистика при массовых отказах на такой географии, она для компании будет убийственна. И создавать для заказчика, во-первых, значимый простор, гибкость для сценариев. Мы идем на то, что пишем определенные скрипты, которые помогают развертывать сети, особенно крупные. У нас есть кейс, когда мы за три месяца развернули более 10 тысяч устройств на территориально разнесенной сети. И то, что эти проекты живут, следующий проект уже чуть больше, он сейчас находится в дальнейшем развитии. Те устройства, которые мы ставили на периферии в связи с увеличением загруженности и производительности самой сети, они обновляются, расширяются кластеризации, добавляются требования к банкоматам. В первую очередь с опорой на банкоматную сеть мы разработали наш самый маленький шлюз, который имеет высокие характеристики производительности, компактный размер, малое тепловыделение. И как раз он рассчитан на установку именно в таких условиях, когда устройство находится либо в движении, либо оно находится в атмосфере нестабильной температуры и влажности. Такой жизнеутверждающий слайд, что еще раз хочу сказать, что для нас любые движения рынка, это время возможностей, для нас открываются новые перспективы. Те разработки, которые мы делали, они сейчас наиболее востребованы и мы понимаем, что мы двигались правильно вперед и мы планируем это движение интенсифицировать. Что дальше? Какие перспективные разработки? Мы еще раз хочу сказать о том, что планируем запускать семейство ТЛС, то есть там будет и шлюз, и клиент, и виртуальный шлюз, и мы планируем добавлять эти решения на все наши устройства, как UTM решения. Мы запускаем и готовим к сертификации новую версию средства обнаружения вторжений, мы усиливаем функции межсетевого экранирования. Мы готовили к февральскому банкомскому форуму, который должен был пройти в Магнитогорске, наше решение на 100G. И меня особенно радует, что параллельно в рамках технического тестирования шли две платформы. Платформа зарубежного производства и наша отечественная платформа. И то, что сейчас происходит, оно нас сдерживает, но ненадолго. Я думаю, что мы в обозримом будущем представим рынку сертифицированную, прошедшую тестирование и запущенную в производство платформу на 100 Гбит. То есть технические тесты завершены. Мы готовимся к производству. Как только будем готовы, покажем это решение рынку. Мы ведем сейчас обновление наших клиентов, в том числе и в финансовой сфере, активно с версии 4.2 на 4.3. С увеличением производительности. Это важно, когда на том же железе при апгрейде оборудования мы можем получить иногда вдвое большую производительность. Плюс на младших наших линейках мы смогли уйти от аппаратных замков, заменив их сертифицированными софтверными решениями. И сейчас такое решение готовится на средней нашей платформе. Мы сосредоточились на удобстве развертывания сети и удобстве эксплуатации. Те возможности, которые были и технические решения, которые были в компании заложены в рамках ее создания и развития, они во многом нам сейчас в этом помогают. Ну и учитывая, что одна из американских компаний освободила нам на рынке большое количество сетевых инженеров, которые, имея базовые сертификаты этой компании, без проблем разбираются со всем нашим оборудованием, это тоже большой плюс для грамотной, квалифицированной технической поддержки. Относительно технической поддержки мы значимо увеличили... Михаил, извиняюсь, время. Да, еще две минуточки. Последний слайд остался. Мы увеличили количество специалистов, мы сделали и переработали личный кабинет, его уже оттестировали все наши клиенты, и мы на него перешли. Он неразрывно связан с нашей системой производства. Это когда на уровне администратора сети информационной безопасности можно посмотреть конфигурацию любого устройства, срок действия его сертификатов, многие другие параметры. Мы в этом году завершаем лицензирование на получение лицензии на образовательную деятельность. У нас уже есть собственный образовательный центр, и мы планируем выдавать диплом государственного образца. Ну и увеличивается количество авторизованных центров, которые мы используем для того, чтобы наши специалисты получали последние знания и последние технические навыки и конкретные примеры решений наших кейсов. Коллеги, спасибо. Готов ответить на вопросы. Компания находится в России, в Москве и в Зеленограде. Спасибо, Михаил. Да, вот Владимир Михайлович Простов, прошу. Скажите, пожалуйста, а можно вернуть, что дальше, вот к этому слайду? Криптоускоритель для шлюзов 100 гигов. Можете пояснить в двух словах, на какой элементной базе вы вообще будете реализовывать вот такой криптоускоритель? Просто действительно вопрос технически очень интересный. Потому что, ну, я не знаю, там, вот вообще какая-то проблема сейчас с учетом импортозамещения. Не буду обманывать, я думаю, что ни для кого не секрет, что процессоры будут не отечественного производства. Мы, к сожалению, не имеем отечественных процессоров такой мощности. Это будет одно шасси и балансировщик. Как только решение будет готово, обязательно его покажем. Спасибо, Михаил. Еще один вопрос. Техническое тестирование мы уже провели. Мы сейчас занимаемся тем, что наш отечественный производитель нашего отечественного оборудования такое шасси нам предоставил. Как только оно заработает в продуктиве, именно с теми параметрами, на которые мы рассчитываем, в том числе и под нагрузкой, мы его обязательно рынку покажем. Спасибо. Еще один вопрос у нас, коллеги. Добрый день. А представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег Асур, не из СКБ. У меня два коротеньких вопроса. Первый. Много было уделено времени, ну не времени, а внимания было уделено разным десктопным платформам, ATM, вероятно. А что с мобильными устройствами? iOS, Android, Aurora в нынешних условиях это может быть актуально. И второй вопрос, если позволите. Интегрируемость этого решения с корпоративной инфраструктурой. Ну, например, в частности, с Active Directory или чем-то подобным, чтобы можно было не только быстро шифровать, но и быстро запускать проекты в той инфраструктуре, которая у заказчика есть. Спасибо. Спасибо за вопрос. Регулятор меня поправит, но у нас сертификация мобильных платформ связана неразрывно с аппаратной платформой того устройства, на котором ведется сертификация. Мы в свое время делали перспективную разработку в этом направлении, но, к сожалению, когда мы завершаем процесс сертификации, платформа уходит с рынка. Поэтому сертифицированных решений CS1, CS2, CS3 для Android и iOS приложений в ближайшее время не будет. Это не наш ключевой сегмент и не сектор нашей фокусировки. Есть такое выражение, что в бизнесе нельзя одинаково успешно заниматься во всех областях. Мы профилируемся, и основной наш скоуп направлен на высокотехнологичные решения, где используются высокие скорости шифрования. Мы работаем на уровне ядра с пакетами для того, чтобы обеспечить разнородный трафик с разнородной длиной пакетов, с высоким уровнем эффективности зашифровать и расшифровать его. Относительно интеграции в Active Directory, такой вопрос достаточно странный. Учитывая, что эти приложения работают в основном с операционной системой Windows, мы сейчас находимся в том числе и в техническом сотрудничестве с Astralinux, где они подобные системы создают, и мы на них тоже активно смотрим. Как только какие-то продукты будут доступны, мы о них обязательно расскажем. То есть может быть ложное впечатление и сумбурность от презентации, но фокус основной на защиту сетевого трафика, на высокоскоростные, высокопроизводительные решения. Спасибо, Михаил. Коллеги, у нас еще один доклад в программе. Андрей Кузнецов с нами. Коллеги, всем добрый день. Чуть не сказал доброе утро. Что ж, меня зовут Кузнецов Андрей, я инженер в компании IT Bastion. Сегодня я хочу поговорить с вами на одну достаточно животрепещущую, с позволения сказать, тему. Она звучит примерно следующим образом. Да, прошу прощения. Три буквы в финансовом секторе. Естественно, мы будем говорить с вами про PAM. Это про PAM-системы. Хотелось бы сказать примерно следующее. Сейчас, примерно два месяца назад, это я, наверное, не первый, кто с этой сцены будет об этом говорить, часть вендоров западных ушли из нашего рынка. И финансовый, как частный пример, так и в других сферах из тех вендоров, которые сейчас находятся на слайде, мы можем использовать примерно следующее. И к тому же мы подвели определенные итоги в рамках обращений в наш отдел продаж. И примерно вот такую вот рыжую часть занимает запрос, а можно нам как-то импортозаместиться. Посчитав это, получилось минимум 40%. То есть проблема имеет место быть, и нужно ее, в общем-то, как-то решать. Этому способствует продукт из КДПОНТ. Это комплекс продуктов. Непосредственно о нем и о том, как он в определенных кейсах, решая определенные проблемы, помогает. Я сегодня немножечко расскажу. Ну и сначала немножко о компании. Мы, естественно, полностью российская компания. Мы некоторое время присутствуем на рынке, достаточно продолжительное, и каждый день количество наших заказчиков только увеличивается. Сейчас это уже более 120 достаточно крупных заказчиков и успешно реализованных проектов. Эти проекты нам помогают реализовывать наши партнеры-интеграторы. Без них нам было бы очень трудно справиться. Их более 60. А также по некоторым независимым исследованиям мы занимаем примерно 50% рынка ПАМ-решений, естественно, если говорить про Россию. Мы, компания-разработчик, кроме той самой из КДПОНТ, которой в основном пойдет диалог чуть дальше, мы, в общем-то, разработали такое решение, как синоним. Это двунаправленный диод, который позволяет безопасно перенаправлять данные между разными сегментами сети. Для того, чтобы построить более комплексные решения, нам помогают наши технологические партнеры. Не то, чтобы все они сейчас находятся на слайде, но да, часть о них я не могу сейчас говорить, а часть я даже, наверное, подсвечу в рамках финансового сектора, как мне лично показалось, это мое мнение, это то, на что стоит обратить внимание. Это возможность использования токенов и смарт-карт, это многофакторная аутентификация через наших партнеров, а также парольные хранилища. Так вот, если возвращаться к нашему вопросу, тут была небольшая речь про непосредственно требования, большинству из них мы соответствуем, более подробно можно ознакомиться у нас на слайде. Мы в реестре отечественного ПО находимся, у нас есть сертификаты НДВ-2 от Министерства обороны, и в конце прошлого года на пятую версию из КДПО-НТ мы получили сертификат в стек по УД-4. Сейчас седьмая версия получает этот сертификат, и с этим вопросом, честно говоря, к нам обратился наш заказчик буквально на стенде, когда я стоял. Мне удалось его успокоить, то, что сейчас это производится не в качестве сертификации прям нового ПО, а в качестве обновления, что позволит несколько ускорить получение сертификата на соответствующую продукцию. Так вот, возвращаясь к проблеме, которую удалось обозначить, в целом, если мы возьмем какой-нибудь случайный банк, если спросить обывателя, он зачастую скажет, что, как бы, а чем занимается банк? Ну, валюты, кредиты и все, что связано с финансами. В 2022 году все уже давно не только так. В большинстве случаев у нас банк, это в том числе и IT-организация. Есть даже просто IT-банки, которые не имеют офисов. Да, пожалуйста, есть приложение, оно работает. Ну и в 2022 году как-то без приложения или онлайн-банкинга ни Камильфо находиться на рынке. Так вот, где присутствует IT-сфера, там недалеко до информационной безопасности, потому что без нее обойтись достаточно сложно. Буквально в марте этого года была такая кредитная организация, ну, почему была, есть TransUnion, она называется. Она была атакована через скомпрометированную учетную запись и были украдены примерно 50 миллионов учетных данных клиентов этой организации. Хакерская группировка попросила за это 15 миллионов долларов, чтобы они нигде это не публиковали и нигде не использовали. Так вот, это вполне себе нормальная история для бесконтрольного доступа привилегированных пользователей к инфраструктуре. То есть, если мы представим, то злоумышленник идет, в общем-то, в сот. Идет он не на весь сот, естественно, в котором находятся сотни или тысячи машин. Он идет на какую-то конкретную, может быть, две, которые теряются в общем, так сказать, в весе всего остального. Ну, так он приходит туда, крадет данные, запускает какие-то вредоносные приложения, команды и так далее. Это не очень хорошо. Потом IT и информационная безопасность пытаются понять, что же произошло, где произошло, кто это сделал. Читают много страниц логов и в конце концов выясняют, но проходит уже достаточно большое количество времени. Если мы, в общем-то, будем использовать ПАМ-систему, мы сможем организовать единый вход в систему и у каждого пользователя будет свой, так называемый, гранулированный доступ до определенного количества устройств. То есть, администратор, который будет приходить на целевое устройство, будет видеть их строго ограниченное количество. Но, кроме этого, естественно, все это будет записываться. Если вдруг необходимо организовать какой-то доступ к более критичным системам, то можно организовать доступ по подтверждению и все ответственные лица, которые должны быть в курсе, что к этим системам производится доступ, должны обязательно подтвердить. Это может быть один, два, или три, или четыре, пять. Укажите количество, которое вам нужно. И пока все эти люди не подтвердят, доступ определенный пользователь до этих целевых ресурсов не получит. И, естественно, все будут в курсе. Если что-то там произойдет, естественно, за расследованием долго и далеко идти нужно не будет. Так вот, если вдруг все-таки что-то произошло, не забываем, что у нас вообще-то ух, у нас вообще-то идет запись и офицер безопасности или другое ответственное лицо может легко пройти на шлюз доступа, посмотреть видеозапись, оценить логи и быстро понять, где произошло, что произошло, кто это сделал и успешно отреагировать. Естественно, у разумного человека в голове может возникнуть определенная идея. И почему бы нам не запретить это все, что нанесло вред этому конкретному устройству в рамках этой конкретной сессии. Что ж, пожалуйста, одними из основных, самых популярных вещей, которые могут нам навредить, это запуск каких-то определенных приложений, ввод текста или каких-то команд, а также использование буфера обмена. Пожалуйста, можно запретить использовать определенные приложения как на уровне самого процесса, так и на уровне считывания заголовка окна. При этом можно либо зарубить сессию, либо просто закрывать это приложение, не давать ему открываться. А также можно втихую предупредить администратора системы, офицера безопасности, чтобы он мог, так сказать, в режиме из-за плеча посмотреть на то, что делает пользователь и понять, насколько это легитимно, то, что он использует ту или иную программу, предположим, и он уже может решить, стоит ее закрывать или нет. То же самое касается текста и текстовых команд. Мы можем запретить это при, допустим, SSH-сессиях, в таком случае команда нигде не будет появляться в истории, либо также сессия будет закрываться, либо отправляется какое-то уведомление. Либо, если мы говорим уже про какие-то RDP-сессии, то возможно запретить вот какие-то определенные последовательности символов. И, например, так совершенно спокойно и легко можно запретить создавать BAT-файлы. Или вы можете найти любое применение, просто знайте, что мы запрещаем вот эту последовательность символов. Также имеется контроль буфера обмена. Мы можем разрешить все. Мы можем разрешить только буфер обмена текста. Или только файлов. Или запретить все. То есть определенный контроль буфера обмена. Это все превентивные меры по защите инфраструктуры. Но если помните, пример, который я проводил, это касается организации TransUnion. Там было произведено через компрометированную учетную запись. У нас для защиты от компрометации учетной записи в том числе присутствует менеджер паролей, который позволяет хранить пароли на самой системе в зашифрованном виде, менять по расписанию или по использованию системы, таким образом, делая пароли чуть ли не одноразовыми. И, по сути, кроме системы, неизвестные никому при желании. либо могут отправляться в зашифрованном виде на почту. Если этого вдруг недостаточно, можно организовать двух- или более факторный доступ до самого ПАМ-решения с помощью встроенных средств или с помощью наших партнеров. Ну, таким образом, тот кейс уже несколько сложнее будет все-таки реализовать. Это все, что называется хороший вариант, когда мы быстро можем среагировать на то, что пользователь, какой-то пользователь где-то что-то сделал и все стало плохо. Давайте проговорим, что я называю идеальный вариант. Идеальный вариант – это когда вы не допускаете того, что пользователь допускает в себе или в рамках контура такие действия. То есть не допустить. Наша задача. С этим вместе с шлюзом доступа, про который был разговор чуть ранее, помогает справиться модуль поведенческого анализа, мониторинга и аналитики. Он выступает в качестве своеобразного СИЭМа, который собирает данные со шлюза или шлюзов, если у вас вдруг используется некоторая геораспределенная инсталляция или у вас достаточно она сама по себе большая, что приходится использовать несколько шлюзов. Агрегирует себе эту информацию и впоследствии может выдавать данные по сессиям, по пользователям и так далее. Оно производит профилирование каждого пользователя автоматически по получаемому СИСЛОГу, анализирует его действия и может понимать в конечном итоге, что некий Василий Васин приходит на работу в 9 утра, уходит, ну точнее подключается в 9 утра, уходит в 6 вечера, все хорошо. И, пожалуйста, если он вдруг подключился в 7 или в 21.00 или с непривычного сетевого адреса, уже будет система подсвечивать инциденты. Кроме того, присутствует единая панель мониторинга, которая подсвечивает вообще, сколько у вас было сессий, сколько у вас было инцидентов за нужный период времени, самые важные события в рамках вашего контура. Без каких-либо проблем вы можете на главной странице модуля поведеннического анализа и мониторинга посмотреть. Все в этих отчетах будет прокликиваться, и вы можете спуститься вплоть до конкретной сессии и перейти даже на шлюз и посмотреть, где этот инцидент произошел, кто его сделал, видеозапись или кусок лога. Кроме того, есть несколько удобных инструментов. Как я и говорил, в некоторых случаях для того, чтобы понять, что произошло, где произошло и кто это сделал, приходится рыться в огромном количестве, порядка 20 страниц логов. Вместо этого можно посмотреть сессию, что называется, в удобной картинке, как, например, та, что находится внизу. Это так называемый быстрый обзор, в котором видно, как пользователь себя вел. Внимательный зритель может увидеть, что там есть определенные точки, которые говорят о том, что присутствует в рамках этой сессии инцидент. Такое поведение, что нам говорят, что в целом все было хорошо, но на эти пару моментов я бы обратил внимание. Офицер безопасности сможет пройти, посмотреть, что произошло и что с этим в дальнейшем делать, отработать подобный инцидент. Также имеется такой инструмент, как тепловая карта активности. Вы сможете посмотреть, на какие из ваших цельвых устройств наиболее часто и в какое время ходят пользователи. Но если ближе к делу, то это кейсы наших заказчиков. Да и не только заказчиков, честно говоря. Например, первое, что вы здесь видите, это забытые доступы. Ваш покорный слуга был в одной из компаний таким забытым доступом. Когда я уволился из предыдущей компании, а я там работал обычным инженером, ничего такого особенного, но тем не менее мог, так сказать, сделать некоторые нехорошие вещи при желании. Примерно 9 месяцев после увольнения я мог спокойно заходить на какие-то информационные системы и что-то там делать. Можно ли было отследить, кто это сделал? Да. Вышли бы на меня. Мог я сказать, я ничего не знаю, я туда не входил, а у меня просто VPN до Нидерландов. Ну, пожалуйста, конечно же, мог. Андрей, 5 минут. Спасибо. Я уже близок к концу. Так вот, да, уже это один из возможных инцидентов. Пожалуйста, мы, если вдруг такая забытая персона приходит к нам через 3 месяца или 6 месяцев, в зависимости от того, как вы сами настроите в системе, система подсветит инцидент. Вот этот пользователь, он был уволен, мы забыли его удалить. А такое не раз случается, мне, наверное, не стоит рассказывать о том, с какими, насколько большой этот подводный камень, как такая забытая персона. Что ж, также можем подсветить один из случаев взрывная активность пользователя. В данном случае, как правило, этот пользователь на этой системе производил мониторинг данных. Вдруг что-то пошло не так и можно видеть всплеск определенной активности. Прошу прощения. Что же произошло? Могло быть что угодно. Де-факто, говоря про конкретную эту сессию, здесь произошло копирование данных и оно было вполне легитимно, как это оказалось. Здесь все хорошо, никто не пострадал. Могло ли это быть злонамеренно? Вполне себе могло. И система подсветила данный инцидент. еще один из примеров это касается протокола СССР. Он настолько замечательный, настолько прекрасный, что легитимными средствами, даже не имея доступа абсолютно привилегированного, можно построить СССР-туннель. Резервный туннель. Система также туннелирование покажет. в данном случае опять-таки ничего страшного не произошло, просто система сделала резервный туннель до гугла, но может здесь что-то быть не так. Вполне себе может. Если говорить по итогу, то система СКДПУНТ может закрыть потребность в ПАМ-решении в качестве импортозамещенного. У нас естественно имеется шлюз доступа сам по себе, который позволяет делать те вещи, про которые я говорил, включая контролируемый доступ, запись этих доступов и так далее. Есть менеджер паролей, который помогает обезопасить привилегированные учетные записи на целевых устройствах. Есть двух- и более факторная аутентификация, которая позволяет защитить сам ПАМ от злонамеренного доступа, если вдруг была скомпрометированная учетная запись до него. Также присутствует мониторинг и аналитика, которая позволяет предугадывать, что будет делать пользователь и подсвечивать его нестандартное поведение каждый раз, когда это будет происходить. Также немножко совсем было сказано о том, что может быть построен козоустойчивый кластер, что мы масштабируем ее системы, если вдруг вам нужна геораспределенная инсталляция, потому что у вас достаточно большая организация, никаких проблем с этим нет. Все эти функциональные возможности легко закрывает комплекс с КТПУНТ. Что ж, пять минут, наверное, уже близится к концу. Мой рассказ тоже. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Андрей. Итог, наверное, очень простой, что, несмотря на то, что мир вокруг нас с вами, коллеги, поменялся, в общем-то, мы, российские вендоры, никуда не исчезли, мы по-прежнему бодры, мы по-прежнему имеем планы развития, собственно, чего и вам, немногочисленным заказчикам, которые в этой аудитории с нами были сегодня, желаем. Я уже говорил о том, что нам с вами теперь друг от друга точно никуда не деться, поэтому давайте общаться. Нам, для нас, вы те самые единственные заказчики, мы с большим удовольствием будем выслушивать ваши предложения, ваши желания, ваши опасения, будем реализовывать все эти свои продукции, доносить до вас, вместе все это эксплуатировать, развивать. Поэтому, коллеги, можно сказать, за наше светлое российское будущее. Всем спасибо.